Не только в советское время, но и сейчас книга – лучший подарок. Во всяком случае, для читающих людей. А таких в Нефтьюганске немало. Несут не только то, что пылится дома без надобности, но и любимое. Данная акция настолько вдохновляет, так как охват читателей только увеличивается, и интерес к книгам проявляет все больше и больше. Эта акция вообще способствует тому, чтобы люди обращались больше к живым книгам. Ключевым моментом акции станет 14 февраля. Вместо чужеродного дня Святого Валентина во всех библиотеках города пройдет праздник любви к книге. Квесты, мастер-классы, встречи и, конечно, обмен литературой. В приоритете художественные издания и энциклопедии. Дети, конечно, предпочитают сказки. Мы даже не ставим себе такую цель, чтобы дети именно подарили книги библиотеки. Они могут обмениваться книгами. На первом этаже в АЕВ детской библиотеке оформлена выставка книгообмена, где любой желающий, ребенок или взрослый может подойти, оставить какую-то книгу свою, допустим, со своей библиотеки домашней, либо обменяться. Наши библиотекари стали инициаторами первого в России марафона книгодарения. Нефтьюганск отправит издания в другие регионы страны, а те, в свою очередь, подхватят эстафету. Обмениваться будут книгами, отражающими культуру коренных народов. Причем не электронными изданиями, а живыми. Так библиотекари называют бумажные экземпляры. Мы передаем сейчас эстафету Якутии. Якутия передает сказки национальные нам. Далее подключится Бурятия, Республика Чувашия, Татарстан, Белоруссия. Акция у нас закончится 27 мая. Мы подведем итоги, организуем выставку. Мы будем приглашать читателей почитать именно национальные сказки. С каждым разом акция книгодарения привлекает все больше нефтьюганцев. В прошлом году она собрала уже около трех сотен участников. Кстати, 14 февраля библиотека получит в дар и книгу о нефтьюганских войнах-афганцах. Ее презентация прошла в воскресенье и вызвала интерес у местных читателей. Инна Новикова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова